Ну, осень настала, и многие из путешественников вернулись в Москву, и, к счастью, среди них Георгий Старостин. Так что мы можем вернуться к теме языков, потому что он объехал, по-моему, больше километров за это лето, чем я мог бы себе позвонить. Было знатное, наверное, всякие конференции. Ученые, они еще и носятся по разным научным центрам. Ну, как вам сказать. Они, может, и не хотели бы, но им приходится. Горя, здравствуйте, очень рад вас слышать. Здравствуйте, всем здравствуйте. Кто не в курсе, Георгий Старостин, вы сейчас в РГГУ? Да, в РГГУ и в РАНХИКС. И в РАНХИКС, да? Специалист по компротивистике и наследник великого проекта, великого, с моей точки зрения, говорю без всякой иронии, Вавилонская башня, которую в том числе можно найти и в интернете, сравнить на языковое знание. В России школа великая и ушедшая и в Лейден, и в Санта-Фе, в Институт Advanced Studies. То есть вот из российских научных проектов Мюрэй Гилман, создатель кварковой теории, нобелевский лауреат, отобрал в свое время именно этот проект, чем я немыслимо горжусь, имея к нему некоторые отношения. Потому что не каждый день вам удается рядом постоять в поддержке какого-то проекта с человеком, который вполне себе по масштабам сравним с Уппенгеймером. Ну, может, не с Эйнштейном, не так известен, но по масштабам того, что делал, вполне себе. Да, пожалуй. Дай бог ему здоровья. Не говорите, к сожалению, он относится к поколению вот великих стариков, физиков, и возраст никого из нас не щадит. Уж о чем говорим сегодня? Ну, я для начала хотел бы поблагодарить всех наших постоянных слушателей, и если можно, прорекламировать публичную лекцию, да, потому что у нас тут очень мало времени все время на разговоры, а вот 22 сентября в рамках лекции Полит.ру в Тругеневской библиотеке в 7 часов будет моя публичная лекция про языки Африки. Ну, в 7 часов вечера, надеюсь. Вечера, да, конечно. В 7 часов вечера. 22 сентября, Тургеневская библиотека, адрес можно найти в интернете. Да, или на сайте Полит.ру, или где угодно. Вот, всех очень приглашаю. Кого интересует вообще проблема происхождения человеческого языка, расселения его из того самого пресловутого африканского континента, вот мы как раз и поговорим тогда про то, как устроены языки Африки, вообще, что они дают для понимания происхождения языков. Крестанские будете затрагивать? Да, конечно, обязательно. То есть бушмены, это антолты. Да, да, да. Да, всё будет. Со всеми кликсами. Вот. Ну, а сегодня, честно говоря, я хотел бы не про Африку поговорить, если можно, а в рамках, так сказать, нашего просветительского проекта, да. Последний наш разговор, по-моему, мы закончили на очередном кратком-кратком ответе на вопрос, какая связь между русским языком и санскритом. Кто-то из слушателей задавал этот вечно животрепещущий вопрос. Ну, Задорнов на него так ответил, что теперь рассказывать реальность можно вечно. Бог с ним с Задорновым, забудем про Задорнова, поговорим серьёзно, вот, потому что, ну, конечно, всем нам, русскоязычным людям, очень интересно знать про ближайших родственников русского языка, а уж когда вдруг вы заходите в книжные магазины, снимаете какую-нибудь с полки любительскую книжку, типа, вот никто не знал, а я открыл, что русский язык родственен санскриту, а такие, к сожалению, тоже бывают, да, то тут, конечно, необходим какой-то комментарий специалиста, какое-то несколько более авторитетное мнение. Потому что действительно часто вот вдруг... Ну, хотя в общем родственник, конечно. Конечно, конечно, да, на форумах, интернет-форумах, в любительской литературе, в любительских каких-нибудь телепередачах всё время это возникает, вот, а оказывается, а никто не знал. На самом деле, конечно, знали, и знали уже достаточно давно, но только теория эта гораздо более широкая... Это же 200 лет, наверное. Да, больше уже 200 лет. Эта теория гораздо более широкая, чем просто родство русского языка и санскрита. Да, во-первых, почему просто русский язык? Понятно, что есть славянские языки в целом. И никто не будет отрицать, что русский язык в большей степени похож на украинский или даже польский, или чешский, или болгарский, чем на санскрит. Да, есть отдельные элементы взаимопонимания между большинством славянских языков, между русским языком и индийскими языками простого взаимопонимания, конечно, нет. То есть санскрит гораздо более дальний родственник русскому языку, чем славянские языки. Но родственник, безусловно. И вот это родство, оно было хорошо, качественно, я бы сказал, открыто еще в конце XVIII века. Был такой замечательный английский ученый, англо-индийский ученый Вильям Джонс, который, тщательно изучив санскрит, пришел к выводу, что он чрезвычайно близок по самым разным параметрам не только и не столько славянским языкам, хотя славянские языки входили в этот перечень, сколько классическим европейским языкам, латыни, древнегреческому, древним германским языкам, также священному языку иранских текстов, авистийскому. И сходство это настолько было разительно, что он не мог не предположить, что все эти языки восходят к общему предку. Поэтому, на самом деле, научной гипотезе о родстве всех этих языков, включая и русский, и санскрит, ей действительно больше 200 лет уже. Поэтому, если вы встречаете кого-то, кто вам говорит, «О, я это вчера обнаружил, а никто никогда раньше не знал», то, пожалуйста, не верьте, история сравнительно исторического языка знания и индоевропейского языка знания в целом насчитывает уже более 200 лет. По ней гигантская масса и научной литературы, и популярной литературы, какой угодно, стоит только захотеть, и всё получится. С 200 лет много чего написали. Ну, конечно, но всё-таки с каждым годом уровень научного знания как-то повышается. Иногда можно встретить утверждение, что русский язык как-то особенно похож на санскрит по сравнению, сейчас скажу, по сравнению с какими-то другими. Это не совсем так и в какой-то степени так. Вот почему. Значит, санскрит — древний язык. Древнейшие санскритские тексты мы знаем от примерно трёхтысячелетней давности. И понятное дело, что он достаточно архаичный язык, просто постольку, поскольку он ещё не очень за это время ушёл далеко от своего предка, проиндоевропейского языка. Русский язык в этом смысле гораздо позднее зафиксирован, примерно тысячу лет тому назад. Но русский язык обладает некоторыми архаичными чертами. То есть по сравнению со многими другими индоевропейскими языками исходная структура индоевропейской формы в русском языке несколько меньше порушена. Русский язык, опять же, не единственный в этом смысле. Вот какой-нибудь литовский язык, например, и некоторые другие славянские языки тоже довольно архаичны в этом плане. Но действительно бывает так, что можно подобрать какие-нибудь русские формы, которые просто точка в точку совпадают с соответствующими санскритскими формами. Какой-нибудь глагол «плавать». Он плавает, а на санскрите он плавает, будет «плавати». Плавать, плавати. Какая прелесть. Ну всё, из этого можно уже целую теорию разобрать. Конечно, конечно. Числительное «два» на санскрите так и будет «два». Некоторое количество таких форм легко подобрать. Даже наш выдающийся лингвист Андрей Анатольевич Зелезняк когда-то, развлекаясь, сделал лингвистическую задачу, составил такой довольно искусственный, конечно, текст на санскрите, и там в условиях задачи было взять и перевести этот текст с санскрита, не зная санскрита, на русский язык. Ну, были даны некоторые условия, некоторые наводки в задаче, но, в общем и в целом, как-то получалось. То есть, действительно, довольно-довольно большое сходство. Но, вот, что очень важно, что в сравнительно историческом языкознании, в индоевропейском языкознании в целом, никто не ориентируется, серьёзные учёные не ориентируются просто на сходство. Мы об этом говорили в каких-то предыдущих передач, но я повторение мать учения, да, я повторю. Конечно, мысль «поторонодожды» устраивается лучше. Пожалуй. Вот, что очень важна в нашей науке идея не столько сходство, что-то звучит похоже и значит похоже, сколько идея строгого соответствия. Вот русское «два» и санскритское «два» хороши тем, что в этих словах на первом месте стоит звук «д», который в русском «д», и в санскрите «д». Если бы... И дело даже не в том, что они одинаковы, а дело в том, что можно подобрать некоторое количество других слов с совпадающим или с очень похожим значением, где будет то же самое соответствие. Русское «д» будет соответствовать санскритскому «д». Там, например, слово «давать», «даю», «даёшь», «даёт». На санскрите будет глагольный корень «да», «давать», «да», «да», «ми», «я даю». Или русское слово «дерево» на санскрите «бэт», «дару». Тоже, значит, пример соответствия «д», «д». И это не просто... Именно важно, что это не просто сходство, а что есть целая группа слов, где ровно один и тот же звук. Регулярные соответствия. Да, регулярные соответствия. А, скажем... На уши ли? Да, но в данном случае это архаичное соответствие, которое действительно, по-видимому, отражает первоначальное произношение этого звука. А вот в германских языках там произошло изменение. Там этот звук «д» стал произноситься как «т». Но там тоже можно подобрать кучу примеров, где санскритскому «д» соответствует английское «т». С теми же самыми примерами. «Два» — английское «tu» с «т» начальным. «Дерево» — санскритское «дару», английское «tree» с начальным «т». Какой-нибудь зуб, который на санскрите будет «dant» — «хорень». Это соответствует английскому «tooth» из староанглийского «tonf». Соответственно, санскритское «d», английское «t». Вот это очень важно. И из этого автоматически вытекает такая практическая рекомендация, если вы видите какие-то тексты, в которых сопоставляются языки, и делается претензия на то, что мы выявляем языковое родство, на то, что мы реконструируем проязыковое состояние и так далее. Очень важно смотреть, пишет ли человек в этих текстах про правила. Вот если это просто набросанный такой мешок похожих форм, а вот это похоже на это, а вот это похоже на это, а вот это похоже на это. Лук и лук. Да-да-да. Лук растёт на огороде, лук в английском языке означает совсем не то, а из лука ещё и стреляет. Можно, в принципе? Конечно. То из этого никаких выводов не следует, потому что таких сходств можно, и это многократно в лингвистических работах показано, набросать сколько угодно. А вот если человек начинает писать на уровне правил, на уровне соответствий, на уровне закономерностей подмеченных, системных, когда одному и тому же правилу подчиняются несколько разных случаев, вот это уже совсем другое дело. Это уже заявка на серьёзное исследование. И это очень простой критерий, по которому, на самом деле, очень легко отличить научную работу от ненаучной. На самом деле, в основном, к сожалению, приходится сталкиваться именно с ненаучными работами, а с некоторым на колени набранным словником, которые как, ну, не знаю, там, радуга, это дугара и всё остальное, после чего перестаёшь реагировать. Извините, пожалуйста, те, для кого это есть некоторая логика, поскольку Задорнов действительно хороший юморист, но лингвист совсем никакой. Ну, шо теперь поделать? Карма такой. Да? Не всё бывает в этом мире, так как оно кажется, и придумать можно много чего. Что, собственно, лингвисты, издеваясь над фамилией автора и разделяяя на Задорнов, то есть нечто новая речь, я бы сказал, даже крик, видимо, души, но произносимый не из того места, часто и выдают. Ибо покушающийся на языкознание от языкознателей тем же усекновен и будет. Нет, но самое главное, что если вы, например, интересуетесь историей русского языка, то, конечно же, надо залезать именно в историю русского языка, не выдумывать какие-то, просто высасывать из пальца сходства с другими языками, а есть литература, есть источники, есть история, есть тексты на древнерусском языке. У нас есть зафиксированные письменно более древние формы тех слов, тех форм, которыми мы сегодня пользуемся. У нас есть близкородственные русскому языку другие славянские языки, и любое сравнение русских слов с чем-то еще, конечно, начинается с русско-славянского сравнения, с выявления общих закономерностей, которые объединяют русский с польским, чешским, словацким и так далее. Уже только после этого начинается следующий этап сопоставления вот этого общеславянского контента. Например, есть чудесный гигантский словарь общеславянского словарного фонда под редакцией Академика Трубачева. Вот его можно брать и сопоставлять дальше, например, с санскритом, латынью, греческим и так далее. То есть такое последовательное, ступенчатое сравнение. Оно и будет научным. А просто так вот перешагивать через ступеньки без какой бы то ни было системы, к сожалению, тут наукой не пахнет даже близко. Ну, к огромному сожалению. Много чего не пахнет наукой, особенно в наши добрые старые времена, когда вроде бы и наука еще осталась, но как-то она сильно трансформируется, без его знает во что. Ну, слава богу, есть еще люди. Недобитые ученые. Да, 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 да. Вот. И выходят все-таки новые статьи, новые книжки, все более или менее на месте. А что сейчас происходит в этой области науки? Если происходит. Вот конкретно в индоевропейстике, да, скажем, казалось бы, что основной словарный фонд проиндоевропейского языка реконструирован еще сто лет назад, казалось бы, что все более или менее изучено, исследовано. На самом деле все равно остается много вопросов, много недоделок, в том числе и довольно существенных. Например, там очень актуальная, ну, условно говоря, актуальная, да, поскольку речь идет все-таки о древнейшей истории, но в каком-то смысле актуальная проблема датировки и локализации этих самых мифических, да, проиндоевропейцев, потому что язык восстанавливается, проязык восстанавливается, соответственно, он же не в вакууме существовал, на нем кто-то говорил, на нем явно говорил народ, который где-то и когда-то жил. И вот до сих пор нет такой единой, строгой, четкой, общепризнанной методологии, которая бы позволила совершенно жестко и конкретно локализировать этот самый народ во времени и в пространстве. Но есть, тем не менее, некоторые приблизительные методы, более или менее вероятные, которые позволяют это сделать. Один из таких методов – это то, что традиционно называлось немецким выражением «Wörter und Sachin» – «слова и вещи, слова и дела», который заключается в том, что мы пытаемся отождествить реконструированный язык, реконструированный народ с какой-то известной нам археологической культурой путем сопоставления тех слов, которые реконструируются, с какими-то конкретными, допустим, объектами, присутствующими в этой самой археологической культуре. Вот проиндоевропейскому языку в этом смысле довольно сильно повезло. Многим языкам везет гораздо меньше. От проиндоевропейского языка до нас дошло много остатков в виде древних языков классических, которые существовали еще 3-4 тысячи лет тому назад. Санскрит, латынь, греческий, хетский и так далее. Поэтому гораздо проще и гораздо увереннее удается реконструировать очень большой культурный фонд про индоевропейского языка. Мы про этих самых индоевропейцев, например, довольно точно знаем, что они были знакомы с земледелием, восстанавливаются, опять же, через те самые регулярные соответствия. Такие термины, как пахать, вот, скажем, там, славянское, не современное русское пахать, а старое славянское слово орати, откуда меч и орало плуг. Это как раз отражение, по-видимому, старого проиндоевропейского слова со значением пахать. Оно же есть и во многих других индоевропейских языках. Знаем точно, что у них было скотоводство. Восстанавливается довольно много слов с значениями разных домашних животных. Там собака, кюон, например, проиндоевропейская, корова, гуоу, от которой русское слово говядина, и английское кау. Мелкий скот, замечательное проиндоевропейское слово, пекю, которое сохранилось в санскрите в виде пащу, мелкий скот, козы, овцы, в латинском языке в виде пекус, скот, и в германских языках. И мы даже точно знаем, что этот самый мелкий скот для проиндоевропейцев служил разменной монетой, основным средством товара обмена, потому что отсюда же латинское слово пекуния со значением деньги. И замечательным образом в современных германских языках из этого пекю получилось немецкое фи, что значит скот, и английское фи, которое уже давно не значит скот, а значит плата. Так что, очевидно, проиндоевропейцы расплачивались мелким домашним скотом в качестве такого основного товара. Денег, как таковых, у них, по-видимому, не было ещё, что неудивительно. Были у них зачатки металлургии, было у них довольно хорошо развито ремесло, в общем, довольно много всяких предметов, объектов, которые могут позволить как минимум отбросить там некоторые раскопанные археологические культуры, как неподходящие для проиндоевропейской прародины, и наоборот предположить, что какие-то подходят. Вот основной гипотезой является так называемая курганная гипотеза о археологических культурах при Черноморье, которые были представлены где-то 6 тысяч лет тому назад. И, как правило, прародину помещают именно туда. Ну, об этом уже после новостей. Сделаем паузу. 5-5-3-3-3-вести для ваших вопросов. Да, возвращаемся в студию. Возвращаемся в студию. В студии пахнет бензином, значит, у нас заработала что? О, нефтяная вышка. Возможно, сейчас пойдет фонтан бить. Спрашивают, где купить книгу про языки нашу из Нижнего Новгорода? Ну, на Озоне, да? Ищите на Озоне, ищите в разных интернет-магазинах. Я думаю, что это самый вероятный путь. Я, к сожалению, сам не держу руку на пульсе все время. Надеюсь, что будут в любом случае какие-то допечатки, потому что, по-моему, уже 3 тиража вышло, и явно не предел. Очень книжка пользуется спросом. Ну, в кои-то веки, на самом деле, книжка, которая без мистики. Это очень радует. Да, это очень радует, потому что действительно... Столько лет работали. Ну, и главное, что там, с одной стороны, все-таки мы стараемся все как-то излагать все азы, раскладывать по пальцам, а с другой стороны, там действительно вполне себе точное и современное сведение, и достаточно строго научный подход. Так что, мне кажется, такой очень получился хороший грамотный баланс между популярностью и научностью изложения. Конечно, не мне судить. Ну, что на самом деле радует. А мне вот вполне, потому что куча моей жизни на это ушла, и результат получился превыше всех похвал, потому что все наши беседы вы, миссир, обработали, расширили, уточнили, углубили, обострили до состояния, когда они должны удовлетворять самому взыскательному читательскому вкусу, что страшно здорово. Да, спасибо. Как есть. А вот скажите, пожалуйста, извините, ради бога, возможно, вопрос непрофессионален. Правда ли, что в восточно-арийских языках западно-арийское К читается как С, то есть Сирия читается как Кирия? Ну уж я не знаю, насколько это. Дело в том, что я не очень хорошо себе представлю, что такое восточно-арийское и западно-арийское. Возможно, кто-то называет индоевропейские языки целиком арийскими, это довольно странная и ошибочная точка зрения. Очень всем почему-то нравится это слово. Все арийцы. Все арийцы, да. А кроме цыганок, есть арийцы в Европе? Настоящие арийцы. Арийцы — это индоиранское слово «арья», который, собственно, является этнонимом в каком-то смысле. Ну вот эти ребята, они, пришедшие на территорию Ирана и Индии, называли себя таким образом. Никто, кроме них, себя арийцами никогда из индоевропейцев не называл. Ни германцы, ни славяне, ни латиняне, ни греки. То есть арийский, не очень понятный термин, применительно ко всем индоевропейским народам. Вот в этом смысле есть... Вот в научной терминологии принят термин «индоарийские языки». Он применяется к санскриту и ко всем его близким, родственникам и потомкам, индийским языкам, распространённым на территории современных Индии и Пакистана. Хинди, Бенгали, Маратхи, Урду, Сингальский, цыганский, кстати, язык. Да-да-да-да. А я совершенно серьёзный был, когда я говорил про цыган. Да, потомки настоящих арийцев. Вот фюреру как-то и не снилось, наверное. Безусловно, да. Ну, просто такая магия слова действовала, но она на самом деле к реальности не имеет никакого отношения. Так и римляне тоже никакого к ним имени не имели, по-моему, отношения. Но я попробую всё-таки вернуться к вопросу и, возможно, его как-то переформулировать насчёт восточных, западных индоевропейских языков. Действительно, есть группы индоевропейских языков, в которых определённые звуки произносятся как К или Г, а в других группах эти же звуки смягчились и перешли, соответственно, в Ч-Дж, или в Ц-Дз, или в С-З. И это такое чёткое противопоставление, которое примерно половину индоевропейских ветвей противопоставляет другой половине. Вот славянские языки, например, они как раз относятся к палатализирующим, к смягчающим языкам. У них старые Ки-Ги перешли в С-З, а, скажем, европейские языки не относятся к таким языкам, поэтому какому-нибудь латинскому слову кентум соответствует русское слово сто, числительное. И санскрит, и индорийские языки, они тоже смягчающие, там, соответственно, в санскрите сто будет щатам, щи, которая развилась из к. Или какое-нибудь греческое слово кюон, кюнос, собака, соответствует санскритскому щван, чун, собака, значит, та же самая петрушка. Это довольно такая чёткая грань, которая отделяет действительно западные ветви индоевропейских языков от восточных, но есть и исключения, есть и такие восточные языки, которые не палатализируют, и наоборот. Довольно хитрая такая штука. Георгий Сергеевич, тут политический вопрос. Более русский наш или украинский? Ну, удивительно. Хороший вопрос, да? Большего, да. Кому сказали на речь? В смысле, непонятно, что значит более русский, что значит менее русский. можно, например, сказать, какой из них по каким-то признакам ближе к прославянскому, допустим. А, кстати, какой? Вот, честно говоря, я не скажу, потому что в украинском произошли некоторые серьёзные изменения, ну, например, с гласными, там, вот, переход ов-и, да, кит вместо код, это инновация, поэтому параметры украинские менее близок к прославянскому, чем русский. Вот, по каким-то другим грамматическим, например, параметрам, наоборот, украинский более архаичен. Вот, это интересно и любопытно, но из этого не надо делать никаких выводов, там, допустим. Да из этого нельзя сделать никаких выводов, потому что частично так, частично так, эта колбаса лучше в этой части, та в той части, ну и чего теперь. В каждой из ушек ставят карканы. И в этом смысле как раз вот полезно, я как раз собирался вернуться к вопросу о проиндоевропейской прародине, он с одной стороны очень интересен для специалистов, разумеется, которые ставят просто своей целью максимально правдоподобно восстановить историю расселения человечества по планете. Да, Георгий Сергеевич. Да. Сейчас погода будет. Жалко вас перебивать, да, но просто у нас по расписанию нужно зачитать погоду. Конечно. И вернемся, да, к этой теме. 5-5-3-3-3-вести для ваших вопросов. Нас просят огласить название книги, которая речь к истокам языкового разнообразия от 10 бесед двух людей, присутствующих в студии. Георгий Старостин, обеседовал он со мной. Да. В издательстве Дело вышла книга в прошлом уже году, да? Да, я... Боюсь, что бы не в позапрошлом, но как-то вышло. А теперь продолжим последнее про Лизонского балета. Попробую с середины фразы восстановить. Так вот, я говорил про то, что вопрос о реконструкции прародины очень важен для специалистов, но он также очень ужасно интересует и не специалистов, потому что люди часто почему-то думают, что вот прародина языковой семьи это такое, по-видимому, сакральное место, да, и если оно там оказалось на твоей территории, то ты должен этим глубоко гордиться. А если нет, то его надо занять. Разумеется, да, и переместить. Вот сейчас у нас две основные конкурирующие гипотезы о индоевропейской прародине. Одна это вот те самые черноморские степи, то есть фактически Украина. Другая это малоазиатская гипотеза, что индоевропейцы расселялись примерно с территории полуострова Малая Азия, то бишь современная Турция. Вот вам соответственно два места... Пластдерма для экспонсий. Да, два места и люди, которые на этих местах живут, имеют якобы все основания испытывать какую-то там национальную гордость, допустим. но это довольно бессмысленная вещь, потому что речь идет в любом случае о реконструкции исходного места расселения, которое было... Тут мы переходим к сложному вопросу о датировке праиндоевропейского, но все по самым разным аргументам сходятся в том, что это был ну никак не раньше, чем 6 тысяч лет тому назад, а некоторые даже предлагают даты от 8 до 10 тысяч лет тому назад. Не было тогда ни русских, ни украинцев, ни славян, ну не было. Разумеется. И более того, прямых потомков индоевропейцев, языковых, прогенетических потомков, которые могли перейти на какой-то другой язык, тут сказать, что бы то ни было, сложно. Но прямых языковых потомков индоевропейцев ни на территории Малой Азии, ни в этих самых крымских и украинских степях уже давным-давно нет. В Малой Азии, как мы знаем, сегодня распространен в основном почти исключительно турецкий язык, который к индоевропейским языкам не имеет никакого отношения. Кроме линии отелей, где русские широчайшим образом. Когда-то на территории Малой Азии давным-давно жил хеттский народ, который действительно говорил на индоевропейском языке, но он, Но и хетты были пришельцами. И хетты были пришельцами, и они, оставив нам свои клинописные таблички замечательные, к сожалению, все до одного вымерли, по крайней мере, то есть прямые потомки. Генетические у них, может, и есть, но языки никаких потомков не оставили. Генетические у всех, наверное, почти что есть. где-нибудь, как-нибудь. С Украиной другая ситуация. На Украине, конечно, сейчас живут славяне, русские и украинцы, которые вполне себе индоевропейцы, но они-то как раз это не прямые потомки тех, кто там жил 6 тысяч лет назад, а это уже вторичная, третичная волна расселения общеславянская, которая, наоборот, пришла с Запада. А вот от древних индоевропейцев там уже давным-давно не осталось и следа. И, соответственно, связанный с этим важный вопрос, вот тоже, который все время встает в той или иной форме, вот какой язык более русский, какой язык менее русский, и так далее, да, вопрос там, какие из современных индоевропейских языков или из современных индоевропейских народов остались ближе, вот сохранили дух индоевропейской культуры, например, в максимально чистом, нетронутом виде. Вся штука в том, что из какого бы места ни расселялись индоевропейцы, свои 6-8 тысяч лет назад из Малой Азии или из украинских степей, или откуда-нибудь еще, они расселялись по огромным территориям, которые уже до этого были заселены индоевропейцы, практически не приходили на новые места, где вообще никого не было. Они шли в Европу, которая уже была достаточно густо заселена. Хотя снесли там почти всюду индоевропейскую. Да, конечно, к 4-му тысячелетию до нашей эры. Они шли наоборот на восток, в Иран, в Индию, которые тоже уже были заселены и где уже тоже было густое местное население. заселяли центральную европейскую равнину, где тоже уже были люди. В общем, они не приходили никуда, где бы уже кого-то не было до них. И, соответственно, приходя на эти места, они, разумеется, первое, что происходило, происходило культурное смешение. Поэтому все современные потомки индоевропейских народов, они в той или иной степени смешанные с представителями разных других культур. Вот такая простая вещь, например. Много чего удается восстановить проиндоевропейскую культуру, но почти не удается восстановить проиндоевропейскую религию. В очень небольшом, мы точно знаем, что она есть, некоторые термины, даже некоторые имена богов проиндоевропейских по сравнению древних материалов удается восстановить. Например, какой-нибудь греческий Зевс, латинский Юпитер, Йовис, Патер, и древнеиндийский бог Дьяус, это все слова, связанные регулярными фонетическими соответствиями. Устанавливаются проиндоевропейские некоторые бог Дьеус, по-видимому, бог Солнца, бог Дневного Света. Но даже уже в древнеиндийских текстах этот самый бог Дьяус это такой периферийный бог. Он где-то в древнейших слоях обнаруживается, потом он практически уходит. Если вы просто смотрите там разные индийские мифы, вы этого бога, наверное, даже и не встретите нигде. А кого вы встретите? Индру, Вишну, Шиву и так далее. Это все имена богов, которые не имеют никакого индоевропейского происхождения. Это все имена каких-то местных богов, которые адаптировали индоевропейские племена, расселяясь на соответствующие территории. Аналогичным образом всякие греческие боги Аполлон, Посейдон, и так далее. Это все боги неиндоевропейского происхождения. Латинские боги, всякие Минервы, Меркурии и так далее, тоже это все боги неиндоевропейского происхождения. Очень жалкие такие остатки индоевропейского пантеона можно перенять. И это очень показательно, потому что это показывает, что культурное смешение колоссальное, какие-то кусочки своей культуры у индоевропейцев оставались, но в основном все шло за счет скрещения культурного по мере расселения этих самых народов на планете. Поэтому сказать, кто из современных индоевропейцев более индоевропейст, чем другие... Это вот ответ на вопрос про русский язык. Кто более русский, русский или украинский? Невозможно, ну просто невозможно. Можно, конечно, там выбирать 10 тысяч разных параметров и по каждому отдельно проводить сравнение. Никаких общих результатов тут не будет. Поэтому это довольно бессмысленно, а главное, что даже если бы это можно было сделать, не очень понятно зачем. Потому что, ну если бы мы считали, что проиндоевропейский это был такой идеальный язык, и вообще проиндоевропейцы это были такие боги среди людей, да, и поэтому-то им и удалось расселиться по планете, тогда еще можно было бы вот сидеть и думать, кто же из нас современных потомков индоевропейцев ближе к этим самым мифическим богам. Ну я далек, я вообще являюсь. мифологическое сознание, вот от которого, на мой взгляд, надо бы отходить все-таки как-то стараться. Не получается. Кстати, много спрашивают, а кто не индоевропейцев в Европе? Ну вот Басков справедливо упоминаю. Не индоевропейцев в Европе по языковому признаку, конечно, это Баски. Почему-то Финны упоминаются, хотя... Финны, да, конечно, Финны не индоевропейцы, Финны уральцы. Ну тогда уже и Мадьяры. Финны и Эстонцы, да, и Мадьяры, Венгры. Мадьяры, Венгры, это очень позднее нашествие в Европу, а Баски, наоборот, это очень древний остаток от доиндоевропейцев. И да и Саамы. Саамы, конечно, да. На севере? Да. Ну, на севере много уральских племен, которые заселяли эти области еще до прихода туда индоевропейцев. И, соответственно, там идет уже культурное смешение по линии там русские уральцы, да, с одной стороны скандинавы, германцы, скандинавы с уральцами с другой стороны. Но смешение, тем не менее, неполное, потому что какие-то местные языки там сохраняются еще пока. Но в основном, конечно, Европа была основательно зачищена от неиндоевропейских языков индоевропейцами, да. Почему так сложилось? Сложный вопрос, на него нет однозначного ответа. Очевидно, что индоевропейские языки казались местным жителям более престижными с там какой-то технологической, может быть, точки зрения, с какой-то культурной точки зрения. Поскольку индоевропейцы были земледельцами и скотоводами, а местное население было в основном охотники-собиратели, то, естественно, что скорее вторые ассимилировались. Да? Вот. Но, кстати говоря, тоже не целиком, потому что и земледелие существовало на территории Европы до прихода туда индоевропейцев. не индоевропейцы принесли земледелие как таковое в Европу, оно там было раньше. И существовали, как известно, очень высоко развитые культуры и цивилизации в Европе, там, этруски, например, в Италии, которые массивное влияние оказали на римскую цивилизацию. Георгий Сергеевич, ну, к сожалению, время у нас подошло к концу. Спасибо. Ну, как минимум, на этот вопрос. До завтра.